Друзья, настало время узнать, куда можно сходить на выходные, ну что, посмотреть? Именно поэтому у нас сегодня в гостях светлый человек, очаровательная девушка. В общем, одним словом, душа всего нашего развлекательного коллектива Мария Пантази. Я не устаю говорить, что я каждую пятницу прихожу за комплиментами. Ой, а мне приятно это говорить. Хорошее начало дня, спросите. Хорошее начало дня, хорошее начало пятницы. Я надеюсь, что такими будут и выходные. И у меня сегодня в центре внимания культурная программа. И тут, как всегда, театр. Я не зря смотрю в твою сторону, но уже сегодня у вас в гостях, у тебя и у Ирины. Израильский театр. Лестница. Лестница, да. Да, вместе с Анной Гланс-Маргулис, во главе, скажем так. Анна Ефимовна Гланс-Маргулис. Да, вот так. Так, вместе с Дмитрием Ахмадиевым, главным режиссером нашего театра, представят спектакль «А мы друг для друга тени». Мы на этой неделе, мне кажется, рассказывали уже так полноценно. Главные герои рассказывали самое главное об этом. Поэтому я еще раз просто приглашу на этот спектакль. Он уже сегодня вечером в 18.00. В общем, приходите, поддержите такой международный проект. Его видели уже зрители нескольких стран, да, и весь Израиль практически, можно сказать. Да, обкатали они его. Обкатали, да, и Литва, и еще другие международные фестивали. Ну вот сейчас он наконец-то добрался и до преднестровского зрителя. Хочу предупредить, что билетов осталось катастрофически мало уже. Вообще на новые спектакли, премьерные, либо которые идут первый раз, билеты раскупаются в мгновение ока. Ну это хорошо ведь, значит, людям интересно. Нет, безусловно, конечно. Мы все это к тому, что уже прямо сейчас нужно поторопиться. Но я вам советую тогда заглянуть на сайт билетпмр.ком. Там можно посмотреть в режиме онлайн, сколько еще есть билетов, есть ли возможность у вас их еще приобрести. Но надеемся, что те, кто очень сильно хотят, все-таки попадут. Мне даже написала одна подруга, говорит, я зашла на билетпмр.ком, да, и сказала, там остались билеты только на втором и третьем этаже. Говорит, я хочу в амфитеатр. Куда? Я говорю, ну все, прости. Раньше, да. Ну что, это из такого, ну скажем, необычного, эксклюзивного. Но есть и такая традиционная программа выходных в театре. На этот раз в субботу будет женитьба вечером в 5 часов, а в воскресенье дама-невидимка. Все верно? Все верно. Ты контролируй меня. Ты сейчас мне сказал, я сам вспомнил. Вечерний репертуар 17.00, время традиционное, спектакли эти уже шли, это не первый год, вот, но тем не менее, кто еще не видел, очень советую. Мы разыгрались, мы разыгрались и готовы. Вошли во вкус уже. И, конечно, детский репертуар. Театр кукол. 1 декабря в 10.30 представит «Золотого цыпленка», а в воскресенье в это же время просто да непросто. Ну и можно посмотреть кукольные спектакли, потом аккуратненько перейти в большой зал. Сразу же спуститься. Сразу же, да. И там будет в субботу необыкновенные сказки обыкновенного волшебника, а в воскресенье – дюймовочка. В общем, насыщенная программа, мне кажется. Как всегда, я же говорю, театр в этом смысле. Театр радует. Да, каждый выходной, особенно сейчас, когда уже очень холодно, уже как-то не погуляешь прям так долго, а в театр можно прийти. Стабильно, прекрасно радует. Да. Что у нас еще? Что еще? Дворец Республики тоже будет радовать, много всевозможных мероприятий. Это уже так на следующую неделю, то есть выходные мы так проводим в театре, скажем. А дальше есть и на будни, в общем-то, чем себя занять. И здесь радовать нас будет и Приднестровский государственный хор, и Приднестровский государственный оркестр. Итак, 4 декабря – это будний день, начало 18.00. Как правило, если какие-то мероприятия проходят в будни, они все-таки чуть-чуть попозже, где-то вот сюда, чтобы все успели все свои рабочие дела завершить и отправиться за прекрасным. Это вторник, получается, да, четвертый? Да, это вторник. Значит, осенний романс. Несмотря на то, что это уже будет декабрь, но романс будет еще осенний. Видимо, именно так хочет Приднестровский государственный хор во главе с Народной артисткой Республики Татьяной Твердохлеб проститься с ушедшим осенним сезоном. Или не отпускать. Может быть, да. Ну, в общем, приглашаем этот концерт. Понятно, что это такая высокая музыка от нашего хора. В общем, зарядиться, вдохновиться приглашаем 4 декабря. Буквально через пару дней, в четверг, получается, 6 декабря, поддержит эту волну высокой музыки, скажем так, уже Приднестровский государственный оркестр, Народный артист Республики Григорий Масейко. Симфонический концерт, он будет с такими итальянскими мотивами. Чарующая сила итальянской музыки. Ну, название говорит само за себя. Итальяно. Интересно. Кто хочет, в общем, немножко почувствовать себя в Италии. В Сицилии, надевайте шляпы, приходите. Да, можно за кусочком Италии, скажем так, отправиться во Дворец Республики 6 декабря. Концерт тоже начнется в 18.00. Ну и небольшим бонусом к нашей беседе, еще одно мероприятие, оно уже для детей, но оно тоже пройдет во Дворце Республики. И 8 декабря это уже следующие выходные, но почему говорю заранее, потому что у меня есть пригласительный. Мы уже разыгрывали один такой, вот настал черед еще одного. Вообще, что хочу сказать по поводу ниндзяга-шоу. Это впервые у нас в Республике, и это очень такое яркое действительно шоу. Там такие куклы в полный рост, да, это будет очень много интерактивных игр для детей. Я знаю, что дети очень любят этот мультфильм или фильм, да, что-то как-то. Мультфильм. Мультфильм, я думаю, да, поэтому придут обязательно. Да, это действительно очень-очень яркое шоу. Я советую всем родителям с детками посетить его. Но мы даем возможность еще и выиграть пригласительный, отправиться туда совершенно бесплатно. Для этого я предлагаю ответить оригинально на какой-нибудь вопрос. Но я предлагаю придумать, ну, может быть, какую-нибудь суперспособность для настоящего героя. Потому что ниндзяги, ну, детки их считают настоящими героями. Но вот какую бы еще способность мог бы приобрести вот такой вот ниндзя? Приднестровский человек. Приднестровский человек. Приднестровский супергерой. Герой, ну, хорошо. Какой суперспособностью он должен обладать? Да, этот вопрос отправится в нашу группу ВКонтакте вместе с этим пригласительным. В общем, включайте фантазию, но мы на свой вкус выберем победителя, да, и с удовольствием вручим этот пригласительный. Ну, в общем-то, это все, да. На сегодня это все. Ну, что? Спасибо, спасибо вам, Мария. Мы будем ждать вас на следующей неделе. Увидимся... Ровно через неделю. Увидимся ровно через неделю. Спасибо большое, хороших тебе выходных. И вам тоже, спасибо.